И к главным новостям минувшей недели. 1 ноября в Славянке начался отопительный сезон. Потеплело ли в квартирах местных жителей? И как прошел первый этап подачи отопления, узнавал наш корреспондент. Отопительный сезон в самом разгаре. 1 ноября к теплу были подключены все жилые здания и объекты соцкульпыта. О том, как в этом году проходило подключение, нам рассказал заместитель главы славянского городского поселения Сергей Ходнев. Во время подключения выявилось 4 участка аварийных. В районе частной школы Камашинского, в районе Героев Хасана 7, участок в районе детского сада Теремок и участок в районе Рыбаков 4, микрорайон Нерпа. По информации от специалистов примтеплоэнерго, все участки оперативно были устранены, все аварии устранены. В настоящее время тепло подается полностью в поселок и во все объекты соцкульпыта здравоохранения. Обойтись минимальными потерями и обеспечить теплом славянцев в этом году удалось по ряду причин. Была хорошая подготовка. Заранее вместе со специалистами примтеплоэнерго отслеживали, проходили все участки аварийные. Также дополнительно повлияло на работы муниципального контракта, который сейчас еще до сих пор ведется. В настоящее время мы ждем теплоизоляцию и ЖБИ. Как только все это подойдет, работы по закрытию открытых участков все будет закрыто. Отопительный сезон славянки также означает и подачу горячей воды. Со слов Сергея Ходнева, заместителя главы поселения, в кранах у жителей горячая вода должна появиться к концу ноября. И вроде все хорошо, но как оказалось, не все славянки дождались тепла в своих квартирах. Жители дома по улице Рыбаков 6 из года в год надеются, что отопительный сезон придет и к ним в дом. Но несмотря на то, что в прошлом году в их доме был произведен капитальный ремонт инженерных сетей, тепло в квартиры так и не доходит. Вот так каждые 2 часа, полтора, вот так выспускаем. Воздух и вода. И воды надо спустить, и меньше ведра, чтобы тепло появилось. Мы надеялись, ремонт сделает и будет лучше у нас. А у нас оказывается вообще, знаете, не лучше, но хуже стало. До 5-го числа, вот так как-то еще, знаете, то греет, то не греет. Ну, надеялись, продавит, система, как нам объясняет все. Ну, знаете, уже надоело с кошечками бегать, с ведрами, спускать воду с батареи. И снова жители домов Рыбаков 6 вынуждены отбивать пороги примтеплоэнерго и управляющей компанией «Хасан Сервис ДВ». Но пока в разумительных ответах люди так и не получили. Как нам удалось выяснить, на данный момент управляющая компания планирует собрать совещание, на которое пригласят представители примтеплоэнерго и главу поселения, чтобы найти способ наладить бесперебойное теплоснабжение в микрорайоне Нерпа. Олег Кудинов, Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки. Новости Славянки.